Вечерняя молитва недалеко от города Вена, до Вены километров 20, это Австрия. Вот мы остановились недалеко от длины заправки, припарковались здесь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вот где мы остановились, там вдали горят огоньки, большие ветряки как мельницы крутятся. Вот они огоньки. Завтра едем в библиотеку город Вена. А я там, ты только там внутри себя закрой, никому не открывай, пока я Иисус Ваше молитву не прочитаю. Понял? Сиди. Понял. А то, как тетушка-то выкрала лисица, выманывала его. Ну, посмотрите, мои собачки-то. Не видать этих? А тут ветряки мелькают. Сколько ветряков тут ужас. Говорят, что их тут тысячи. Вырабатывают большую электроэнергию. Даже атомные электростанции хотят закрывать. Я тут иду, брат Николай. Так, я вам здесь не слышу, будем посмотреть, где я нахожусь. С моим другом находимся двое. На низу лежит. О, вот, ой, ой. Его не видно, темно здесь. Брат Николаевич, здесь вот он, посмотрите на него. Не видно у вас темно. Готовятся ко сну. Это шофер-водитель. А я сзади буду вот здесь, в этой будке спать. Ну, а Виктор Николаевич тут. Вот ему здесь все открыто. Здесь тоже не видно темно. А тут постелька ему, вот он закроет, тут под головой, говорят, у него сдубина нападающий, как поется про него в песне, ящики личные туда выкинули, вот сегодня мы были, интересно, в этой, в Чехословакии, в Чехии, в Чехии, теперь разделили, Прага, ну ужасно долго искали, никто не понимает где, тем более искали бы пивнушку какую-то, знают где театр национальный, библиотеку, не знают, и наконец нашелся человек, который по-русски даже разговаривает, а когда туда пришли, они говорят, есть национальная библиотека славянская еще, я говорю, так вы ее найдете, потому что там перекрыли дороги, полиция не пропускает, там где-то поднырнешь под это, далеко-далеко, а когда пришли, они уже ждут нас там с коляской, как будто родные и близкие, это все мы засняли и покажем вам, людям нужно сказать два слова о Христе, и двери все раскрываются, буквально, вот мы подъехали, может стоянка, это Австрия, Вена, Вена, ну и утром мы думаем побыть здесь, потом Словакию, Братислава, ну а дальше у нас Бухарест видимо будет, вот так мы идем, Румыния, Венгрия, Болгария и Греция, нас снабдили, где мы были, в Зонберге, Павел Николаевич, жена его Зинаи, до родственников, у нас всего хватило, даши до сюда, а здесь в Германии с Артисом Валентина Дмитриевна, она, я не знаю, она на полдома столкала нам, отбоя никакого нет, что Бог делает с верой, она признается, что такой не была, от чего муж ушел, я виновата была, и вот столько доброты в человеке, вот каждую вещь берет и толкает, и там, и одеться, и рубашку с собой, что взять, и там шоколадки, ну, мы можем сейчас едим, рыба, форель, форель купленная такая, ясно, я вот что заметил, говорят, у них чисто в лесу, еще бы не чисто, к лесу-то доступа-то нет, чтобы лицо было видно, да, доступа-то никакого нету, везде ограда, ограда просто высокая, где-то сетка бывает, а вот ограда, завтра заснимем, мы покажем, она метра три, если не выше, и при том, везде как-то бугор, там не подойдешь никак, и непрерывно везде зарешечено, вот так вот, а если зверям надо переходить, им сделаны подземелья, коридоры, а для больших, по верху переходят, вообще забота, и поэтому мы хотели бы в лес пойти, как у нас в Алтай, там, сойдешь, в лесополосу, тут не сойдешь, сходить некуда, даже пешком некуда зайти, но здесь остановились, это, ну, отель, отель тут, это прямо несколько километров от Вены, решили переночевать, вот у нас здесь людей много, машины стоят, ну, слава Богу, главное, страховки, которые мы там делали, платили, без страховки не дают визу, сделали, а визы, визы не... Маленько назад туда, чтобы лицо было хорошо видно, а виза-то никакой роли тут не играет, доплата пошла уже из Германии, а теперь выезжаем вот в Австрию, надо остановиться и заново страховаться, вот завтра в Словакию выходить, в Братиславу, снова страховка, и вот они нам наклеят на это, а то и начнешь громадный штраф, они штрафом задавят даже, вот какое дело-то, можно даже показать, Лена, вон она, их можно обклеить все стекло, все стекла обклеить, и везде требуется евро, сколько заплатили, 7? 9 евро, 9 евро, а мы пробудем всего несколько часов в этой стране, ну, а рассчитано на 10 суток, может так и надо, но уже страховка заплачена нами, третий раз платится, вот ехали там по дороге, дороги строят, вот я знаю в Америке, на дорогу заезжаешь, плата, ну, а дальше ты хоть всю жизнь катаешься, а тут так, километров 50 проедешь, все перегорожено, и опять пропускной пункт, опять 7 евро, 6 раз заплатили на одной дороге, ну, это Польша, до Германии доехали, тут уже не взымались нас, ну, как хочешь, так и понимай, из дома вылезать, деньги прям ссорятся, вот так вот, и как мы не ужимаемся, нам лишь бы до дома доехать, пока мы идем только к югу, а потом повернем, конечно, пункт Португалии, по северу пройти, осталось нарешенный вопрос с Англией, я вот сейчас думаю, как, никого не нашли, думаю, подъехать, где, под Ла-Маншем, найти русских, с ними побеседовать и с ними передать, больше выхода никакого нет, даже свои, никто не может этого делать, живут в Германии, а в Ла-Манш-то на Францию выходят, но это не так важно, если даже одну страну мы пропустим, но от нас это не зависело, там очень долго оформлять, у нас только в Москве, мы еще дня не были, а нужно две недели там быть, то есть это для нас практически абсолютно невозможно было оформить визу, а виза-то у нас свободно открыта, где заезжаешь, штамп, выезжаешь из государства, штамп до Шенгенской зоны, а в Шенгенской один раз поставили, когда вылезем где-то там, допустим, в Литве, там, видимо, выброс какой-то будет, конечно, интересно, едем дорогой, читаем Библию, молимся людям, что-то о Христе говоришь, вот, могли бы, вот, заяц побежал, а он далеко убежал, по бугру, тут звери, прямо зверюшки, они и людей не боятся, пошел провожать собаку, выскакивает заяц, сел и сидит рядом, с ним рядом второй, а у меня собака из рук вырывается, я охота за щастеньки покушать, у нас там, это, заяц близко не подошел, ну, вот так, помолились, пошли спать, как бы, вон, вон, заяц бежит, вот он видно, видишь, нет, вот, пребеси его, вон он сидит, вон он, смотришь, пощай, пообежалу, я согласен, ну, если собаку пусти, а тут рядом трасса, собака пропала, ее задавят, вот он бежит, 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 о, большой, то за щел, снял, да, 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 второй за ним бежит, вон они где, он в проходе пробежал, вот он пошел, сейчас второй выскочил, где-то находится, сейчас я за ним пойду, вон он ушастый сидит. Гнат Тихонович за зайцем побежал, вон он, вон он побежал, да, драпанул, мы уже тут пооттернлись на границе-то, мы привыкли вроде бы, а все на нас смотрят, как одеты в сапогах, а я говорю, а что же нас тут, полиция или таможня-то задержала, так бородатых они боятся, говорит, все здесь, в Германии, а я вспомнил выражение Александра Невского, он говорит, вид воина должен внушать ужас супостату, но мы едем, слава богу, и дрожа снабжены всем, молимся дорогой, как после каждого города, благословен Господи, клубу покажи, у нас на время с вашим, с Барнаульским, разница на 5 часов, 5, она от Москвы еще на 2 часа идет, ну а как дальше будет, как бог даст, мы все примем с радостью, главное, что мы зашли здесь, границу, где переезжаешь, Германия, Чехия, вот сейчас из Чехии в Австрию, вообще ничего нету, у нас большие знаки стоят между районами даже где-то, небольшой какой-то знак, как они все это сделали, полицейских вообще не видать нигде, только в городе, а у нас на дороге стоят, что-то подлавливают там, ну нет этого совсем, по-другому это отношение, не то, что, вот мне, моя полиция, нас не трогает, нас нельзя с другими сравнивать, мы молимся, и к нам везде хорошо относятся, ну я вижу, как они специально засядут, там скорость определяют, а здесь вообще как будто полиции нигде никакой нет, но они наблюдают, они через там, видимо, какие-то глазки наблюдат, наблюдательные, вот такое дело, мы вот пришли сюда, давай искать две места, самое такое, чтобы освещенное было, и подальше, от мотеля, вот люди подъезжают, уже из машины выйдут, глянут, у нас собака мощная привязана, три бородатых дядьки, обедают, сидят, они разворачиваются, и ту же минуту уезжают, вот пока мы были здесь, уже я сколько вижу, машин подъезжали, и разворачиваются, и уезжают, вот еще одна проходит, покажи, вот она, тут она вряд ли остановится, вот они идут там, мы ни на что не претендуем, кроме как просим у Бога, чтобы Вадимы были Духом Божиим, чтобы голос Божий слышать, волю Божию познавать, где мы бываем, заходим на форум, смотрим, я знаю, Юля там трудится, Третьякова, лишнего ничего нет, она, видать, лишних там удаляет, ну, все идет как надо, неизвестно только, как у нас там в лагере станет, ну, разберутся, мы чувствуем помощь, помощь молитвенную, как на крыльях нас Господь несет, без Николая Крущины, конечно, мы бы никуда не поехали, ничего бы не было, очень сложно, машины, узкие улочки, и там прям в притирочку идем, но наша машина, красавица, как она выглядит, остальные, это мелкота против нашей, она высокая, белая, стройная, вот представьте, это сколько уже, тысяч километров мы, в прошлом году, 50 тысяч километров прошли, 63 уже прошли, 63 тысячи, уже 13 прошли, да? 63, ну это 50 было, теперь 63, уже 13 тысяч позади, думаю, нынче тоже много придется, если она выдержит, все время 93. 53 было, 53, поэтому 10 прошли, 10 тысяч позади, ну 10, мы еще в один конец, половина, считай, прошли, там большие расстояния, от Парижа, до Мадрида, от Мадрида, до Лиссабона, и проще, но мы ничего не знаем, не знаем, самая плохая обстановка была в Германии, в Германии, вообще не нуждаются ничем, с кем не поговоришь, а я не верю, решение принято, нигде ничего религиозного, чтобы не было, то есть, это основание для тех, которые заботятся, чтобы люди не верили в Бога, а в Чехию приехали, наши словаки, прям как будто родные братья, про самую, конечно, благоприятную обстановку, как мы поняли, это в Белоруссии, пока ничего подобного, в дороге мы не видели, очень понравилось, конечно, тут поля, все обихожено, озерки, птицы, никто не трогает, все загорожено, причина какая, но домой рвемся, мне это не надо, мне охота, чтобы свободно, я зашел в лесополосу свою, набрал топливо, здесь никуда не сойдешь, я зажатый, только пришел на асфальте, постояли, поехали, все-таки наш, вот этот бедлам, беспорядок, он нам ближе по душе, порядок это хорошо, но мы, с другой среды, как говорят, другой менталитет совершенно, я пошел ее, отпусти меня, спокойной ночи, спокойной ночи, сейчас пол одиннадцатого вечера, мы находимся, в Австрию, недалеко от города Вена, в Газели ночуют, Игнатий Тихоневич, и Николай Кручина, а я снимаю со стороны, я Савченко Виктор, вот здесь они ночуют, я буду спать вот здесь, сзади, при гонщике, рядом проходит трасса, если что-то вы видите, вот, смотрите, машины мчатся, с быстрой скоростью, поют сверчки, или кузнечики, точнее, вот на этой площадке, мы остановились, под фонарем, разница по времени, пять часов с Алтаем, то есть, если сейчас пол одиннадцатого здесь, то прибавьте пять часов, пол четвертого, в Алтайском крае, в Поперяевке все еще спят, рядом с отелем остановились, бегают иногда здесь зайцы, сейчас не едать их, завтра едем в библиотеку города Вена, слава Богу за все, в Библиотеке,